Вступая в полемику, дочь как-то должна не быть... Роль дочери веков веков была в том, чтобы держать обе стороны в балансе. Они должны дойти до какого-то пика, потом я начну разводить по углам. Вот в этом возрасте это уже качество проявлялось? Нет. Во-первых, мама с папой в разводе. Так я знаю, что в разводе, вы рассказывали, что самое лучшее время было для вас. Это прогулка с папой. И это съемки кинофильма... Выбор натуры. Выбор натуры, хорошо кинофильм, розыгрыш. Я с папой получаю огромное удовольствие от этой прогулки. И еще никого не собираюсь разводить по углам совершенно. О, какая встреча! С праздничком! Поздравляем! Гуляете? Да, как и вы. А почему нравился вот этот период? Обычно это же, особенно для девочек, вот такого возраста пубертатного, как было сказано. Это не пубертатный период. Ну, до пубертата это еще... Это глубоко не пубертат, это все. До пубертата это еще гораздо более драматично, когда родители расходятся, а у вас, вы говорили, это просто вот было чуть ли не лучшее время. Она нетипичный ребенок. Да. Вам немного парадокса. Типичный ребенок нетипичных родителей. Короче говоря, было прекрасно что? Значит, в тот день, когда папа приезжал меня забрать погулять. А как часто он приезжал? А вот это я не знаю, но было ощущение, что довольно часто. Да. Гораздо чаще, чем когда мы были вместе. Вот. Время оказывалось свободное. Ну что, это он же... Мужчина понимает в это минуту, что я еду заниматься ребенком, да? Этот день как-то продуман. Мы едем в какой-то парк, потом мы едем на рынок, мы покупаем еду, мы едем к папе, папа готовит. Я сижу на холодильнике. По пути откусывает, не знаю, огурец и говорит... М-м-м! Ой, на, на! Какая вкусная! Но! А она там. Да. А она там с вами. А при этом ты знаешь, что вечером ты поедешь домой, а дома тебя ждет невероятная... Ты пропускаешь, пропускаешь. А ресторан, походу, в ресторан. Ой, да что вы! Моя доля! Не надо! Выкладывайте, выкладывайте, Антон. Ресторан мне не было так интересного. Регулярно. А мне не было интересно, веришь? Вот точно на кипячке. Объясняю, почему... Нет, объясняю. Вы забыли, что это советский ресторан. Советский ресторан, ты приходишь, делаешь заказ. Час ждешь. А жрать-то ты уже хочешь очень сильно. И что дальше происходит? Стоит на столе черный хлеб, соль, перец. Все, что есть. Пока ты час ждешь. И я в результате напихивалась этим хлебом. Сейчас 15 минут поздавала. Не знаю. Вот вкуснее было не ресторан, а пойти на рынок, вот это отварить картошечки. На холодильнике. На холодильнике, да. А вечером ты едешь домой, и там тебя ждет любящая мама и бабушка, которые тоже тебя обожают. То есть ты получаешь в полной мере внимание с обеих сторон. Вот розыгрыш помянутый. Девочки, вопрос к вам. А вы видели ремейк розыгрыша? Уже есть ремейк? Нет, я не видела. Есть ремейк розыгрыш. Вы не знаете о том, что есть ремейк на первую ленту Владимира Меньшова? Нет. Владимир Меньшов-то сам знает о том, что есть ремейк? К сожалению, знаю. В двух словах скажу, в чем там. Если у нас розыгрыш был, что они учительницу развели на тему, что контрольное не должно быть сегодня контрольное, то там выкладывают в интернет, что учительница, ну, едва ли не проститутка. Враги сейчас используют любую возможность, чтобы растлить нашу молодежь. То есть фильм не понравился? Не по слову. Вы три года.